Сегодня 21 день, если я не ошибся, 24 марта я заложил яйца, сегодня 14 апреля. Первый день, и в первый же день вылупился, в 21 день, на 21 день вылупился первым птенец из яйца, помеченного буквой П, то есть последнее яичко, которое заложил, последнее, которое заложил спустя 3 часа, как заложил все остальные. Вот он. Сушится, приходит в себя, пропискивает. Так, вылупился второй, с индексом тоже П, то есть два яйца последних я докладывал из-под курицы фактически, спустя 3 часа после того, как заложил все яйца. Вот он, эта птенец. Больше родонитом отдает. Ну а теперь это вылупился, это он был, появился на свет, почти в 3 часа будем считать, то есть через 7 часов после первого, первого с индексом П. Вот, у нас цыплята. Вот, еще двое. Так, ну-ка кто? Так, это наши, по-моему. Наши. Это кто? Так, крест. Кем обозначен крест? Закрывай. Цыплётка. Вот тут хорошенький. Да, не все хорошенькие. Сейчас распушаются, подсохнут. А это уже трясется, протряхивается. А крестом обозначались Х, не крест, а Х, буква Х, холодильник. Это из холодильника, это из яиц, которые лежали в холодильнике неделю-две, а то и три. Вот они, двое холодильниковских. Третий птенец. Третий птенец. Да, это наш птенец. Он просто спал. Они все какое-то время дремлют, отдыхают. Пассивно высушиваются. Докармливаются своим желточным мешком. Шестнадцать, семнадцать птенцов вылопилось за ночь. Вот они, козелки, козелки. Вот один проклёвывался, и что-то с ним случилось. Замер парень, умер. Вот это он помогло вылопиться. Отсадимся. Что за птенец его выбрали, с второго козла. И тут же он через пять минут выскачал. На отдельной коробочке лежит. Потому как... Знаешь, вылопившися птенца, старые птенца, относятся со слишком большим вниманием. Интересно. Подходят к уюту. Сейчас он обсухлся для себя, потом выпустим к народу. Еще два яйца вот мы глупили. Вот это и это. Температура 37, и четыре, 37,1. Семьдесят с лишним процентов влажности. Вот замерзший. Один замерзший, еще один. Это я освободил его сейчас от скорлупы. А яйцо лежало вот так, вниз. То есть вот так, вниз. Вот этим проклёвым. Он поджарился как будто. Он не поджарился, там вентиляция. А это не оплод. И одно яйцо не оплод. Кровавый. Снимаешь его? Да. Кровавенький. Снимай, снимай. Снимаешь? Видно, да? Все. Вот так. Даже эту, видишь, кожицу. Да, снили. Все. Второго птенца едят черепахи. Удивительно, что насушили. Ухватив добычу от двух других своих. Заплеменился. Тихо. 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 Ну, сейчас у него помощь придут, друзья, это самец кстати, вот самка полетела, одна из двух. Лата второго, остался одна лата, ну это здорово, самечка захватил зобычу, сейчас вторая придет на помощь, вот она вторая. Все же, косточки мягкие, никакой проблемы нет. Если черепахи размалывают довольно крупных улиток, допустим виноградные, могут полностью сожрать, то что ей там стоит косточки переволоть? Все равно в воду идет. В поле принимать пищу привычнее, именно этих перстоловых. Никак, никак, слабенькие. Еще один почти вылупился, мы его положили сюда вместе со скормопками, пусть освобождается здесь, в выборе. Решили как сделать, я думаю освободится сейчас. Вот такие. Красавчик, браба. Что легкая? Да он подмерз, видимо. Как подмерз? Где подмерз? Пока я ее несла. Вот так они там носятся. Да они там как бешеные носятся. Сколько птенцов? 24 кажется. Ну вот одного я прям со скролупы вытащил сейчас. Полный, с концов зимы не вытащил. Ну-ка, надо погутьтесь сами, собрать ее. Интересно, как все будет делать. На месяц старше. Куда они спят? У него не реагирует никак. Так, а вот он, как ворона. А, клеит, клеит. Скорол, скорол. Знакомое место, голубчик? Ты отсюда вышел. Здесь назад. Как страус с этими ногами. Ага. Чувствуем какой-то ненормальный. Нет. Они там просто носятся, носятся. Он, наверное, подмерз. Прилег. Я прилавал, c partie. Хорошо. Я прилавал. Но я прилавал. Его cookie ходь. Вот, как я ynбудраю. Технули эти дыряща. Скручу ее. Южная fille. Машка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну он уже спит там Вот их не меняют взрослыми курами Потому что могут быть инфекции, которые они не принесут Но этот печь-то месяц они в изоляции от взрослых Я надеюсь, что он ничего их не травит А они прям мясы для него есть Уф-ки-марики Субтитры сделал DimaTorzok 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 Умер таки, вот, поторопились мы, значит, с помощью, не надо было. Один умер, лежа на спине, кто знает почему. Время 17.35, еще один зубчик. 20 часов, еще двое. Двое. Ваше. Ваше. Еще двое. Ваше. 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 Все брак Этот умер Он просто горячий Он, наверное, сварился под лампой Нельзя оставлять их все-таки в коробочке Нельзя На следующий день 15-го Вот 12 часов 12 часов дня Погиб Еще один цыпленок Начавший выклёвывался Ну что, блять, случилось? Пищащему птенцу Я вот так вот освободил По периметру Скорлупу И он умер Ну в чем дело? Не понимаю Не понимаю в чем дело Почему умер птенец Когда я ему Пищащему птенцу Освободил Вот так вот По окружности Скорлупу Шестнадцатое число Обеденное время Подводим итог 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 печальный Осталось 19 яиц Я их сварю Вне зависимости от того, в каком состоянии Яйцо И отдам Курам Пусть там будут даже Созревшие птенцы Или это не отлод Или это болтун Сейчас я сварю Ну право скопировать можно, конечно Сейчас Какой смысл Вот это большое яйцо Скорее всего Заняем желтком Вот это Заняем желтком Разумеется Неоплод Темное Неоплод Темное Неоплод Темное Темное Неоплод Неоплод Тёмная, неоплод, 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 тёмная, неоплод, тёмная, тёмная, неоплод, тёмная, всё, варим. Ну, такой урожай незначительный. Я объясняю только одним, что в процессе инкубации какое-то время, неизвестно какой-то положительности, не работал переворот, а переворот. То есть у инкубатора идеальная одна сетка, электропривод для переворота. Сейчас я покажу. Вот этот вот электропривод сделан по-идиотски. У него сам шток двигателя и резьбовой шток соединены какой-то пластиковой трубкой были. Пластиковая трубка просто поломалась, и переворот не работал. Я заказал сейчас новое устройство, какое-то многофункциональное. Придёт, проверю, как работает. Ну, поскольку яйца не крутились, не переворачивались, а я за этим не проследил вовремя, получилось так, что, наверное, часть птенцов оказалась прилипшей каким-то боком к скорлупе. И хоть вентиляция работала, и влажность я поддерживал, но, тем не менее, отсутствие переворота яиц приводит вот к таким плачевным последствиям. Ну, те 30 тенчиков, которые вылупились вовремя, они разжились, конечно. Посмотрим, что за куры из них вырастут. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok